И снова с вами я, Светлана Ата. Друзья мои, сегодня я решила открыть новую рубрику и рассказать вам о турецкой кухне. И каждое блюдо я буду готовить по отдельности и показывать весь процесс приготовления. Так что смотрите в следующей рубрике. Готовлю дома. До встречи! Я привыкла к вам, что если что-то начну готовить, сразу думаю о вас. Я поражаюсь вообще туркам. Какие они делают закуски, когда идешь, допустим, в ресторан, и вот заказываешь напитки спиртные, то они на подносе приносят кучу различных закусок. И я вот была, когда думала, обязательно дома тоже сделаю. Ничего особенного. Только они используют йогурт вот такой обычный и по отдельности овощи. Вот смотрите, это я перец взяла, просто на жаровне положила и кабачок, и запекла так в духовке. И лук вот такой. Они с ума сходят за этим луком, вот печеный лук. Я тоже здесь привыкла его кушать, хотя раньше не кушала. И вот это вот все я соли добавлю и залью йогуртом, и они получают удовольствие. Вы представляете, и я тоже получаю удовольствие. Настолько это все просто и практично. И вот можно добавить еще чесночок, чеснок можно добавить, мелко измельчить. Там перец вы хотите красный, что хотите, то и делайте. Так вот, а это еще закуска у меня, джи-джик называется. Здесь просто йогурт нужно смешать с кипяченой водой. И эти огурцы, они как суп холодный, как наша окрошка. И это у них джи-джик. Если есть укропчик, тоже желательно туда добавить. В общем, смотрите дальше. Хозяюшка, смотрите, почти ужин наполовину готов. Сейчас фасоль доваривается, плов я сделаю. Все быстро делается. Вообще, так все интересно здесь. Я научилась по-другому. Так, смотрите, вот что я сделала. Я, значит, развела две ложки, взяла йогурта густого и, наверное, стакан воды. И развела. Посмотрите, бросила туда огурцы, добавила чуть-чуть. А, перец не добавила, потому что я не знаю, как мой муж будет кушать. Он капризный у меня. Ну вот, окрошка с ума сходит за этим. Если еще укроп нужно, укропа нет у меня. Так, лук запеченный. А это все очень просто. Мелко порезать. Значит, я запекаю в духовке болгарский перец. Ну, было бы лучше, если бы красный был. И баклажаны тоже точно так же они делают. Я у своей заловки научилась. Так вообще быстро все, практично. Запоминайте. Короче, взять перец на противень. Прям в духовку на полчаса, наверное, пока она. Потом в пакет целлофановый. И пускай дойдет, чтобы кожица легко была сняла. И мелко нарежьте. И все. Так, кабачок тоже я первый раз делаю так. Но кабачок, я сейчас вам скажу, я его спекла. Пропекла вместе с луком. И с этим болгарский быстро дошел. А кабачок немножко пришлось дожаривать мне. Потому что береженого Бог бережет, как говорится. Я сняла кожу, порезала и чуть-чуть на маслице пожарила. И все. И если можно сюда добавить чеснок, тоже. Одну ложку йогурта, перец красный. И все, и готово.